Я хочу показать очень необычный для Восточной Европы и для России, очень необычный фрукт, который называется черемоя. Ну, может быть, кто-то боится это пробовать, кто-то боится это... кто-то это обходит стороной. Вот, но на самом деле это очень вкусная, очень вкусная штука. Она называется дерево мороженое. У него реально вкус крем-бруле, вкус сливочного мороженого. И он так выглядит непритязательно, как обтесанное со всех сторон яблоко. Но на самом деле он просто волшебный. Ему обязательно нужно попробовать семитер, кто хоть раз приезжает в Испанию. Это именно фрукт. Он растет в Испании, он ничего не стоит. То есть, вот, это у меня хороший вариант. Есть еще маленькие черемои. Он стоит... у меня он уже сочится совершенно. А, обалденный. Он стоит порядка... большие вот такие стоят 2 евро за килограмм. Те, что поменьше, стоят 1,5 евро за килограмм. И они сладкие. Это не овощи. Если вы увидите такой, то это обязательно купите. Это не овощи, это фрукт. Один момент. Вот эта часть черемои, естественно, несъедобная. Это как киви или мандолин с апельсином. Но внутри есть семена. Семена черемои ядовитые. Их есть нельзя. Но их всего тут может быть 4 или 5 штук. Поэтому можно не бояться... Там вычищаешь и пробуешь. Это обалденный. Я сейчас покажу, как его чистить и как его есть. На самом деле, все очень просто. Чтобы... На самом деле, все очень просто. Чтобы попробовать черемои, ее нужно сначала, естественно, разрезать. Вот так. У меня она уже немножко переспелая. Я попробую ее. Вот. Она у меня уже немножко раздавленная. В процессе транспортировки, так скажем. Вот. Ее начну разрезать вот так. Вот так. Надеюсь, у меня получилось красиво. Вот так. Ну, как могу. И обязательно нужно вытащить вот эти семена, потому что они ядовитые. Слава богу, что они очень крупные. И их очень легко отсюда вытащить. Их есть нельзя. Ни в коем случае. Я даже не представляю, что там будет. Там какие-то прям судороги и прочее. Но они очень крупные. И их еще и попробуй разгрызи. Они огромные. Вот. Поэтому достаточно просто их вот так вытащить. Из фрукта. Вот этого вот. И вот где-то у меня тут еще одно спряталось. Сейчас я его вытащу. Вот так. Вот так. Ядовитые семена. Вычищаем. Все. Кажется, больше нет ничего такого опасного. Вот оно такое. А, нет. Вот еще есть даже. Ну, оно такое мягкое. Внутри. Вот еще одно нашла. Семечко. И еще одно, кажется. Все. Нет. Вот еще одно спряталось от меня. Сейчас я его вычищу. Надеюсь, что это все. Ну, в любом случае, если я найду еще, то я его увижу. Вот. Поэтому это несложно. Показываю в качестве примера. Вот. Теперь я показываю самое классное. Я беру ложку. И просто ем черемою. О, моя черемою. Как я по тебе скучаю? У него вкус невероятный. Что-то между клубникой, киви. Что-то такое сладкое, при этом непритерное. Невероятно нежное. И самое смешное, что оно имеет там абсолютно сливочный вкус. То есть, здесь как будто присутствует молоко. Это готовый десерт, который может съесть любого человека. Он ничего не стоит здесь. То есть, это не какой-то драгоценный фрукт. Там полтора евро, евро. При этом он просто невероятно вкусный, сладкий. Говорю, похож на грушу, на сливу, на клубнику очень сильно. И на такое мороженое мультифруктовое. И его обязательно стоит попробовать. Он просто невероятно вкусный. Сладкий. И не надо бояться вот этих семян, потому что они очень крупные и очень толстые. Попробуй еще разгрызи. Вот. А все остальное, да, безумно вкусно, безумно популярно. И самое главное, что местные жители ее тоже разбирают. Она везде продается, как яблоки. То есть, я могу даже видеть черемою, но не видеть яблок. Потому что она здесь дико популярна. Вот. Поэтому, когда вы будете в Испании, в Барселоне, или в Вандалусе, обязательно купите черемою и обязательно попробуйте. Вот этот вкус вы не забудете. Никогда.